автосалон жоповозка мелкий слезай со своей же повозки сейчас пойдем искать мне вот это я понимаю элитный салон вот ты помнишь какой здесь раньше был салон когда здесь арсений гонщик заправлялся этим делом да да здесь развернуться даже негде было да у меня в деревне в детстве когда я ходил с бабушкой да там курятник больше был чем автосалон арсения гонщика ты посмотри мерседес бен здесь продают так ладно здравствуйте вас открыто там я вижу там кто-то сидит здравствуйте вас открыто сейчас как бы уже вечер может вы там уже домой здравствуйте пошли ну открыто хочу все мерседес бэнс бмб салон открыли сразу посетителям отвечать не надо до потенциальных клиентов как бы теряете вы еще открыты ну тогда хорошо в общем слушайте что нам надо с мелки точнее мне надо у мелкого есть уже тарантайка короче у меня в запасе есть ну 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 не прямо кейс бабла но все же что-то у меня есть мне нужна хорошая тачка чтобы прослужила прям очень долго бензина жарла не как годзилла голодная а как ну 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 хотя бы такой небольшой кузнечик перерослишь ну чтобы чуть-чуть кушала нормальная средняя скорость нормальная средняя цена чтобы нормальные габаритные размеры чтобы все было хорошо вот если что вы как бы здесь профессионал поэтому посоветуйте пожалуйста что можно купить ну так молодые люди давайте вам пройду небольшую экскурсию давай 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 григорий педалькин гриша гриша значит хорошо гриша давай педалькин педалька если у тебя фамилия идет от части какого-либо механизма почему не григорий тормозов или григорий двигатель и григорий сцеплению григорий автоматически переключателю коробка передачи лев короче там много всяких вариантов я заткнусь вы давайте объясняйте так вот это хорошая вещь едет 20 километров час стоит стак монет какая из них вот это ты в своем уме ты чё мне да да это такая тачка у аленки вот этой твоей вот прям точно такая же да я на ней еле как сижу да ну розовая да то фу я похож на человек которому нужен розовый мопед давайте дальше по кругу что у нас здесь есть вот эта малютка средняя скорость средняя цена стоит три стака монет это как я понимаю электрокарда какой-то три стака монет средняя цена средняя скорость она прям такая маленькая хорошая прям какой-то мини купер или мини тесла если она электрическая не ну слушай мне нравится жалко конечно то что одноместная до было бы двухместная бы хотя бы мелкого смог здесь катать а так мелкий ты за мной бегать будет и смотри здесь есть место для прицепа если что мы тебя сюда привяжем или посадим ну хорошо еще есть какие-то у вас варианты чтобы подумать вот еще скорость практически даже 4 стака но если скорость практически тоже зачем тогда переплачивать ну да здесь поместится четыре человека здесь я сам буду кататься здесь я и мелкого могу прокатать и стёпу могу прокатать и потом когда мы костью вызволим через не знаю так сколько-то времени по поводу кости да там тоже сложная история я объясню в следующей серии нас так дороже а по сути разницы никакой чужие задницы я вряд ли буду катать на своей тачке ладно здесь показываете что у нас здесь у нас байк на мотоциклах я не люблю кататься да и тем более как катя говорит это куриная котлета на двух колесах ну типа картинг междунармальная бизнес-тачка хотя бы какая-то спортивная не картинг вот 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 это монстр вот это я понимаю сколько стоит вот это точила мелкий ты прикинь это какой-то хаммер я на я на хаммере по городу рассекать буду но это самое жесткое что у нас есть в этом гараже огромная стоимость огромные габариты проедет через любую срока базу если она даже через срока базу проедет а какая стоимость ну слушай если мне хватит четыре стака четыре с половиной стака принципе должно хватить если шо шесть стаков сколько сколько вы не ошиблись шесть стаков шесть да ну вас в этом в педальку вашу да какие шесть стаков да у меня столько бабок за все серии жизни ютубера не было да откуда я тебе еще полтора стака забуду да даже если бы я людмиле в рекламном агентстве не отдал бы стак да у меня бы столько бабок не было ладно тогда мелкий или вот эту или вот эту машину надо купить потому что нам нужно просидеть где живет ванька вот этот который сломал мелкому руку а его трактор я смогу догнать только или на вот этой или на вот этой или на вот той не мелкий с ума сошел эту покупать не буду как бы понимает что тебя там теплые воспоминания после аленки там все розовое хочется но это покупать не буду ладно давайте вот эту если что я подумаю а у вас гарантия работает то есть течение 14 дней я могу вернуть свою покупку если что если я ее конечно не разобью там не сброшу с обрыва да ну вот тогда все хорошо если она мне не понравится у меня пробный период такой есть мелкий точно но эту шлягу я покупать не буду даже не проси давайте оформляйте документы давайте так тыс так у нас получается ладно держите один стак 2 стак и держите 3 стак если шо у меня есть 14 дней чтобы еще вернуть эту тарантайку давайте документы документы на машину электромобиль ну как бы есть и плюсы есть и минусы плюс том то что в городе ютуберов появился новый автосалон но минус том то что в городе ютуберов почему-то до сих пор не появилась заправка вы хоть тут как бы ситуация еще намного жестче это же электромобиль это как мини тесла какая-то откуда мне и заряжать у нас нет никаких электро зарядок в городе ладно мелкий походу нужно будет у кого-то дома розетку арендовать и через розетку заряжать так все открывай двери открывай двери я выйду отсюда надеюсь я ничего не поцарапаю так сдаем назад сдаем вперед все григорий петли петлянкин педалькин спасибо большое если что мы с вами мы к вам еще вернемся приходите еще да 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 конечно же все все давайте давайте я какая смотри 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 сразу врезался сходу но это как бы неважно мелкий смотри она дрифтить еще умеет пошли давай сейчас здесь задрифтим не ну опять врезался но там уже три царапины есть ну катюха точно оценит ну слушайте как бы это и не ferrari да но первая машина для всего сезона жизни ютуберов сойдет мелкий я тебе пока не дам прокатиться вот пока пока хватит пока подожди это же хаммер главного бандита ну как ну как бы можно считать уже чисто формально то что ты хаммер не главного бандита а мой хаммер да я же отжал немножко подожди а зачем я тогда только что купил машину если у меня возле дома хаммер стоит хотя как-то с другой стороны слушай мелкий ездить по городу где ходят дети да с хаммером и с пулеметом на крыше ну знаете такое себе я же все же как бы законопослушный гражданин на самом деле нет но ладно пропустим этот факт ладно с этим хаммером мы разберемся надо его будет где-то спрятать я тебе предлагаю на самом деле его а ну залезь внутрь залезь внутрь ну ты смотри да тут реально целую роту солдат можно перевести да какой на какой фиг мне этот хаммер и тем более в нем бензина нет мелкий залезай внутрь на переднее сиденье вот не ну это прям уже монстр какой-то ну реально с пулеметом по городу ездить ну это уже это уже даже всех остальных гражданин этого города не уважать как тебе такая идея чтобы мы толкнули этот хаммер а за вырученные бабло мы купили себе вот тот же парень это прям военная колымага а тот же парень ну он реально прям такой городской да и все телочки мои будут ладно пока что буду тешиться вот этой тарантайкой она тоже принципе неплохая ну ладно мелкий я потом тебя прокачу в следующей серии возможно ой да сколько ты можно чё ты опять приехала потешиться то что имел что что твой хахаль мелкому руку сломал а вот и сам хахаль вспомнишь про говно вот и она да а сейчас ты любитель пельменей посмотри что ты сделал мелкий покажи ему руку покажи ему руку посмотри что ты с мелким сделал ты считаешь что это нормально не ну я как бы не знаю возможно вас там на деревне на бабушкином огороде там растут какие-то помидоры какие-то сельдерей которые там содержат по 100 грамм белка поэтому у нас силач такой которым мелкому руку сломал если его старше там на 1 на 2 года это не значит что ты можешь руки распускать по ходу вас там все деревни да такие по ходу каждого пчелы обкусали поэтому он почувствовал себя халком недоделанным да ладно мелкий пошли не 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 о чем с ними разговаривать знаете шо шо давай скажи шо а я вчера ленке трубопровод прочистил какой мелкий хватит рыдать ты мужик или баба я не покупать как он не трубопроводчик ты с ума сошел у тебя рука болит ты чё ты рукой размахиваешь тебе сказали последний режим мелкий не нарывайся я один раз тебе задницу надрал и второй раз надеру ах ты что аленка сваливаем куда сваливаем собака то есть прицеп сейчас тебе сломаю мелкий садись свою вот эту таратайку поехали за ними не зря я себе купил вот эту электрический тетрис какой-то на колесах мелкий давай быстрее сейчас мы догоним их вычислим где они живут я тебе сожгу всю твою ферму да ладно давай не отставай ты трубы он значит аленки чистить сейчас мы тебе твои трубы прочистим мелкий давай полицейский разворот полицейский разворот красотку то есть и и и Субтитры сделал DimaTorzok